Эй, ребят, всем привет, с вами Кэкстей, Валентин Чернов, ежедневный видос номер 2 спустя 9 дней. Сори, что так давно не было, я начал замечать, что постоянная ситуация возникает, как только приходят уведомления о КВК и ПГ, у меня сразу же начинаются головники на работе. У меня абсолютно не было времени снимать ролики, не было также и времени, и возможности снимать видосы по Outlast, по симулятору вора, потому что косяк был не с Outlast, а косяк был в принципе в моем компе, у меня в принципе все сейвы удалились. Я сейчас этот косяк устранил, и видосы у нас сразу же начнутся после того, как я дойду до тех моментов, на которых мы остановились. Ну а по поводу ПГ, в принципе у меня было свободное время только, чтобы делать ПГ, и не было времени, чтобы записывать видосы. В гильдии волков огромная конкуренция, как только начинается таймер 10, 9, 8, 7 до появления нового задания, 99 человек, 100 даже человек, все резко заходят в ПГ и сидят, ждут, что это за задание. И взять задание довольно-таки сложно. У меня были допки следующие, потратить 4 ляма очков этих монет гильдии, которых у меня не было, поэтому я сразу же на него забил. Далее было задание выполнить 6 поручений за последний день, 6 поручений Ев, что я сказал? Короче, 6 поручений за последний день и набрать 25 миллионов мощи общей силой. Я сначала подумал не выполнять задание на 6 ПГ в последний день, потому что это в принципе рискованно. Точнее, это рискованно для тех людей, у которых ограниченные ресурсы, ускоры и ограниченное время. Потому как, ты не можешь там взять каждое ПГ на донат, допустим, и так далее, на 10 адек закрыть. Не факт, что еще эти адки ты сможешь закрыть, не хватит тебе. Короче, 6 заданий вы можете брать, на мой взгляд, только если у вас там полные рюкзуки ускоров, самоцветов и денег на карте миллион, чтобы 100% обеспечить себя дополнительным заданием. Поэтому на это задание тоже начихал и решил выполнить 25 лямов мощи. Наверное, проще всего было бы выполнить 6 попыток, потому что я выполнил 4 в последний день и за 2 часа до последнего дня выполнил еще 2. В принципе, можно было бы подождать, я бы на изи закрыл. Но я выбрал сложный путь, и сейчас вы увидите скриншот. За 5 часов до окончания ПГ у меня было 24 миллиона 400 тысяч очей. У меня был полностью пустой рюкзак по ускорам, причем по всем ускорам, на исследования, на тренировку, обычные. Оставались только ускоры на пакты. Я попробовал, сделал там 30-40 пактов Т-3, улучшал навыки моих фамиляров, но потратив плюс-минус там около тысячи осколков и где-то там по 20-30 рун каждого фамиляра, я закрыл 60 тысяч мощи. Понял то, что это бред. И здесь я хотел бы поблагодарить хирурга, хотел поблагодарить хирурга, хирург-13, который подкинул мне последние 5 дней ускоров на тренировку 16 тысяч в Т-4, за счет чего я выполнил свое дополнительное задание. Хирург, дружище, спасибо тебе огромное. И также, соответственно, спасибо подписчику, который послал мне просто так почти 2 миллиарда каждого ресурса. Если бы не эти два человека, я бы не выполнил бы ПГ. Это было самое крутое ПГ, я наконец-то впервые выполнил норму 1850 очей и впервые выполнил более 2000 очков. Я никогда не достигал таких результатов. Да, у меня там 50 гайдов на ютубе, как сделать то, сё, пятое, десятое, но Валя сам никогда не мог выполнить ПГ, постоянно платил штрафы в гильдии волков, либо вообще забивал, в принципе, на ПГ. Но это первый раз, когда я выполнил этот ивент, и без этих двух людей я бы просто-напросто не справился. Далее, мы сейчас с вами заберем подарки, немного расскажу, что я вообще делал на ПГ. Я закрывал кучу адек, закрывал в основном тренировкой и войском, закрыл несколько исследований. Войск у меня сейчас 9 миллионов, и некоторые там спросят, типа, в смысле у тебя, ты же натренировал всего 300 тысяч, у тебя там на стриме было 8700. Было 8700, но за два дня я слил 700 тысяч. У нас прям были активные сборы, я в них у всех участвовал, видосы не снимал, потому что я играл с телефона на работе, хотя это и запрещено. Прикиньте, да, какой я плохой парень. Так вот, слил 700 тысяч войск, и на ПГ оттренил обратно до миллиона, поэтому у меня сейчас 9 лямов. И, соответственно, по исследованиям, я закрыл несколько исследований, в разделе фамильяры мне осталось 5 раз, ну, 5 исследований на цену создания пакт 3, и у меня можно будет уже открывать 4 пакта. Хранение анимы, скорость создания пактов я закрыл. Осталось всего лишь 5 исследований, но эти всего лишь 5 исследований, это плюс-минус там 200-300 дней ускоров, насколько я помню. И потом еще сами создания пактов 4 левела, это 1 800 мощ. Короче, дофига еще осталось, но в ближайшее время я все это закрою. Начал перестраиваться я с еды на камень, сразу объясню, почему я это делаю. Как считаю я? Я не покупаю ресурсы, не доначу, мне неохота тратить 10 тысяч самоцветов в неделю, чтобы у меня не горела еда, которой и так нету, и ресурсы, соответственно, я тоже не покупаю. Кстати, я нашел последний донат в лорды, это было 4 месяца назад. Уже 4 месяца я вообще не потратил ни копейки в лорды, прикиньте? Жестко, да? Так вот, ресы я не покупаю, смысла у меня нету делать так, чтобы моя еда не горела. И тут я подумал, мой самый большой стат идет на пехоту, соответственно, я буду, ну, я хочу обеспечить ресурсы, которые мне захилят пехоту. И для этого мне понадобился камень, и тут-то я нехило проебался, потому что, когда я зашел в казарму, построив уже 2 каменоломни, я увидел то, что на пехов камень мне не нужен. Я такой, сука, в смысле? Короче, это был самый большущий мой проеб, но здесь игра меня поддержала, и из-за те адки, которые я выполнял, мне выпали необходимые компоненты для улучшения рога дьявола до золотого уровня. И как только я его улучшу до золотого, стат на каву перегонит у меня пехов. И, в принципе, на каву как раз-таки камень нужен, поэтому я не сильно так расстроился. Поэтому дальше мы будем тренировать кавалерию, и воевать, соответственно, кавалерий. Ну и перестроюсь я полностью на камень. В принципе, по шмоткам все рассказал. Больше ничего нового у меня, точнее, больше ничего у меня на аккаунте не изменилось. Давайте перейдем к опенбоксу, ну и, соответственно, заберем подарочки с ПГ. Заняли, соответственно, первое место. Я вам подарки вроде как показывал, там 5 дней ускоров. Соответственно, 27-й подарок. Давайте их заберем. Я уже все расставил, чтобы долго это все не объяснять в видосе. Сейчас, в принципе, объясню. Короче, там, где есть самоцветы и нету более ничего годного, мы будем брать самоцветы. Поэтому, например, в первом подарке мне нужны, конечно, ускоренные следку, чтобы закрывать четвертые пакты, но самые мне нужны больше, потому что мне нужно восстанавливать войско. В том госе, из которого я улетел, это вроде 539-й, где сейчас волки находятся, там парни сборят 22 сбора. И как бы если ты выйдешь на запал, это пипец. А другие парни сборят, ну, чуть меньше сборов. Ну, короче, в любом случае, 9 миллионов войска мне бы не хватило. Войско самое, наверное, быстрое по времени именно. Это тренировать за самоцветы, поэтому, если есть возможность брать самы, в большинстве случаев я буду выбирать именно самоцветы. Далее, суднуки и змея возьмем. В третьем подарке мне ничего вообще, в принципе, из этого не надо, поэтому я все же надеюсь, что когда-нибудь моя стена будет сильной, большой и крепкой, и поэтому я возьму ускорый на стену. Кирки и наручи мне вообще не нужны, потому что это 4 я открыл давным-давно. Далее, один камушек на кавалерию. В пятом подарке был выбор либо взять магод, либо взять адского драйдера. Из магода у меня есть фиолетовое кольцо, которое не используется, и в сайте на луков у меня используется одно золотое кольцо. Апнуть его до оранжевого я вообще не вижу никаких вариантов, поэтому я возьму 9 сундуков адского драйдера, чтобы докрафтить пушку на луков до золотого. Не факт, что мне, конечно, с этого выпадет 9 золотых компонентов, но все же она фиолетовая, и там угли не нужны. Шестой подарок. Бонусы на атаку 20% у меня их много, просто они на 12 часов. Легенд стены мне не нужен, а вот я верю, что мне выпадет какой-нибудь золотой камень со свитков заданий и приказа. Также есть простые легкие ПГ, если, допустим, следующий ПГ не буду в гильдии волков, я могу простые задания этими свитками приказов закрывать. Далее, нефритовый змей, либо гаргантюа. Так как мой стат на каву вырос, и теперь кава мой приоритет, то я беру гаргантюа, чтобы дальше бустить свою кавалерию. Опять же, берем самоцветы. ТПшится, я в этом госе никуда не собираюсь, а также вдобавок ТПшки падают постоянно с подарков, поэтому я здесь возьму сам и на треню там 10 тысяч Т2. Далее, буст 50% у меня не полностью закончились, поэтому при любом раскладе я выберу именно их. Да, 15 часов на исследовательство хорошо, создание пактов в преддверии открытия Т4 тоже хорошо, но все же 50% бусты нужны, без них никуда. Особенно если я планирую сборить. Далее, кстати, вы видите вот эту штуку, да? У меня ТПГ просто нереально крутое, мне выпали эти бонусы на опыт уже 3 или 4 раза, и то чувство, когда они тебе вообще не нужны. Зачем? Зачем на золотое мблеме давать эти бонусы? Я просто не понимаю. Мне почему-то кажется, что разрабы все-таки увеличат максимальный уровень, иначе бы они не пихали столько бы этих бонусов на эксп. Хотя может быть в рандомном порядке как-то эти призы определяются, они самыми разрабы их определяют. Не знаю. Напишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете, появится более 60-го левела или нет. Я думаю, что да. Выбирать я этот бонус, конечно же, не буду. Я возьму все ускоры на фамильяров. Долото мне тоже не надо, я не собираюсь больше как-то свои сеты менять по камням, а то, что я вытащу там золотой камень, ну фиолетовый камень, поменяю его на золотой, окей, куплю, там за 1000 самоцветов не страшно. Далее, берем энергию. Самоцветы, конечно, круто, но энка позволит сходить на охоты, когда вы ее довольно-таки много накопите, позволит сходить на охоты и набрать еще больше самоцветов. Кстати, на димоновском аккаунте у нас почти полтора миллиона энергии, и у нас сейчас выпал ивент, у нас будет повелитель бездны. Мы всю эту энку на димоновском маке сольем, я думаю, что прямо видосовы сделаю, когда он появится. Главное не проспать. Поехали дальше. Бонусы на сбор. Как вам я уже, наверное, говорил не раз, я очень люблю собирать ресурсы на ПГ, дают хорошее количество очков, вы при этом практически ничем не рискуете. Сидите в щите, собираете ресы. И 100% бонус позволит вам ваше ПГ сделать гораздо быстрее. Да, самоцветы это круто, но 100% бонус больше, насколько я помню, только в донате можно получить. Поэтому я выберу обязательно его. Бонус на исследование. У меня 23 штуки. Пока я все эти 23 штуки потрачу, я наберу еще столько же. Поэтому здесь я возьму самоцветы, потому что и на исследовании бонусы мне не нужны. Опять же выбираем энергию. Берем зеленый камень на кавалерию с 15 подарка. При выборе опыта, золота, либо бонуса на треню, учитывая, что мне нужно тренироваться нереально много, я выберу бонус на тренировку. С ледокрыла у меня оранжевый клинок. Три украшения золотых на производство золота, поэтому ледокрыл мне в принципе больше вообще не нужен. Поэтому я выберу 3 дня ускоров. Далее 18 подарок. Либо 23 свитка заданий гильдии, либо 3 дня ускоров. Я подумал то, что в гильдии мне ускоры и так нападают, а вот монетки гильдии мне с этих свитков понадобится, возможно мне что-то выпадет в плане драгоценностей. Поэтому я всегда при таком выборе ускоры либо свитки я беру свитки. Тем более, если я буду находиться в какой-то слабой гильдии, там может быть в открытой, эти свитки на ПГ я себе сделаю норму просто простыми заданиями. Далее. Башмаки третьи это круто, но все же я открываю четвертые пакты, они практически открыты. Я сейчас буду пытаться копить себе ускорение создания. Опять же, энергия. Далее. Был сложный выбор. Я думал, мне нужны драгоценности и мне нужны ускорения создания. Но потом я понял то, что если я трачу ускорение создания, пакты у меня 100% появятся, а вот шанс, что выпадет что-то дельное с этих четырех синих сундуков практически ноль. Поэтому я все же выбрал ускоры на создание пактов. При выборе ускоров на создание и самоцветов я опять же выбрал создание пактов, потому что, ну блин, короче, мне так лучше будет. Далее. С Ирина у меня шмотки оранжевые, выберу здесь как раз-таки камушки с драгоценностями. А буст на исследовании 20% тоже долго-долго-долго думал взять его, либо взять свитки, но опять же подумал, возьму я свитки, бусты у меня есть, не страшно. Здесь обязательно берем 50% бонус на атаку и в 27-м подарке мы с вами берем энергию 140 тысяч. По поводу 26-го подарка. В выборе у нас пакты Гаргантюа и сундуки Могот и свитки. Пакты Гаргантюа падают либо там сокровищницы, либо с доната, поэтому я все же возьму их. Гаргантюа хороший фамильяр, он дает там, ну какие там бусты идут на следующем левле, а так и кавалерии 3%. И вот лично для меня возможность получить этот пакт это только донат, либо ты покупаешь эти монетки для, как ее называют, монополия для новой сокровищницы, либо ты донатишь, а здесь вы получаете его просто так на халяву. Могота, опять же, как я говорил, мне не нужно поднимать это кольцо до оранжевого, я его никогда не подниму, мне кажется, если не буду донатить, поэтому я возьму пакты. Ну это мой выбор. Если вы считаете по-другому, вы можете написать это в комментариях. Короче, подарочки мы взяли, давайте, собственно, перейдем, откроем те сундуки, которые у нас есть, их тут не так уж, собственно, и много, два мутировавших мозга, серых, ну такое себе, один серый глазик, и, собственно, три сундука дали нам одну серую сферу. Слушайте, ну, блин, не так много, вот, это то, о чем я говорил, это просто то, о чем я говорил, я сказал, выпадет говнище, смысла нет убрать эти сундуки, ну ладно, окей, короче, собственно, большую, большую, большую спасибо, что смотрели, кстати, я еще хотел вам порадовать вас, у меня 14 вип, наконец-то, 118 ходов подряд, но я сбился, поэтому не думайте, что там, кто только что смотрит впервые, там, мой канал, нет, я играю, наверное, на этом аккаунте больше полугода, может быть, месяцев 8, поэтому, короче, я апнул 14 вип. Ребятки, всем большую спасибо, что пришли, что посмотрели этот видос, итоги ПГ, также напишите в комментариях, как прошло ваше ПГ, мне будет интересно почитать, расскажите о том, что жесткого было за ПГ, короче, спасибо большое, что смотрели, всем хорошего дня, всем пока.